В июле в городе Бресте бьются температурные рекорды. На пляжах яблоку негде упасть. Горожане изнемогают в офисах о деревья, кустарники и цветы на улицах. Такие погодные условия, длительное отсутствие дождей вызывают обеспокоенность не только у дачников, но и представителей коммунальных служб. Несколько дней назад в городе над Бугом температура воздуха достигала 35 градусов, и под угрозой высыхания оказались молодые деревца и цветы. Сегодня без помощи специалистов коммунальных служб они просто погибнут, потому в Бресте идет активный полив. В городе жаркая погода, и необходим полив растений, особенно растения, которые были высажены в осенний и весенний период, то бишь молодые растения, они в первую очередь требуют полива. Полив ежедневно проводится, когда дневная температура выше 25, упор делается на ночные поливы. Вечерние, утренние и ночью поливаются, потому что эффект лучше получается. Воду сейчас получают все без исключения деревья и кустарники, растущие вдоль проезжей части в городе, а также все молодые посадки. Пообщавшись со специалистами, наша съемочная группа узнала, что за раз на каждый кустарник расходуется 10 литров воды, на дерево – минимум 20. Чтобы справляться с огромными объемами работ, в Бресте круглосуточно работает 6 поливальных машин. Водозабор происходит на набережной, из Муховца у нас насосная станция там установлена, подъезжают поливомоечные машины и там заправляются. Под дерево 15-20 литров воды выливается, то этого достаточно, даже если взрослая, достаточно надень. С клумбами, клумбы надо чаще поливать, потому что если в коржках, в чаше есть, там объем земли поменьше, она быстрее высыхает. Если деревьям или кустарникам просто нужна дополнительная влага, то цветам нужен еще и особый подход. Чтобы нежные разноцветные насаждения не получили ожогов от испарения воды, их поливают ночью. Спецтехника выходит с 22 до 6 утра. Только за один рейс, чтобы утолить жажду бегони, петуни и других цветов, надо 9 тонн воды. Традиционно наш город пестрит изобилием ярких красок, многочисленных цветов. Недаром Брест считается самым цветущим и ярким городом в Беларуси. Стараемся всеми силами удерживать эту высокую планку. Каждый год внедряем новинки в озеленение и добавляем новые сорта цветов. Цветы высаживаются более стойкие к жарким погодным условиям. Есть такой цветок, он у нас очень, скажем, приобрел популярность – это бегония. Бегония, она разноцветная, разных цветов бывает розовая, белая, с темным листом, зеленым листом. Очень удобно ей рисовать всяческие узоры на клумбах. Поэтому она популярна у нас в городе. Сегодня в больших городах делается акцент на ампельное зеленение в ландшафтной архитектуре. Город Брест также следует новым тенденциям в данном направлении. Потому ко дню города службы коммунальника подготовили для Брещан яркий подарок, который расположился возле ЦУМа. Работники предприятия очень хотели подарить Брещанам на праздник частичку хорошего настроения. Потому было принято решение установить 20 уличных вазонов, в которых расположились цветы семи видов. Это сурфиния и пеларгония крупноцветковая, ипомея ботат в двух цветах и плекрантусы, традисканцы и хлорофитум. Ассортимент был подобран с учетом того, что контейнеры, в данном случае наши уличные вазоны, которые были установлены, позволяют немножко поэкспериментировать и поиграть с ассортиментом. Использовать не только стандартные декоративно-лиственные цветущие растения, но также и ампельные и даже комнатные растения, которые хорошо себя проявляют в последнее время в городских условиях в летний период. Уличные цветочные горшки изготовлены из прочного пластика и хорошо выдерживают как повышенную, так и пониженную температуру. Предусмотрена и защита от перегревания растений. Это значит, что представители коммунальника подошли ответственно к подарку. Ведь им так хочется, чтобы он прослужил как можно дольше и радовал брещан своей яркостью и красотой. Хочется верить, что жители отреагируют положительно, потому что, мне кажется, в очень короткий промежуток времени мы смогли благодаря данным композициям преобразить данный участок, довольно-таки оживленный участок нашего города, потому что месторасположение тоже не случайно. Территория очень посещаемая и расположено все между проезжей частью и интенсивным движением, поэтому обозреваемость со всех сторон обеспечена. Анастасия Мелешкевич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.